Так, друзья, ну мы продолжаем, и вторая часть нашего выпуска про пылесос будет заключаться в электрике. Сегодня мы соберем всю электрическую часть нашего мотора и поставим это на базу уже пылесоса. И скорее всего, скорее всего, эта штука должна заработать. Женя пока занимается у нас фильтром для самого пылесоса. Взяли спанд, как это называется? Спандбонд? Спандбонд? Спандбонд. 120 граммов на метр квадратный. Сколько там надо всего ткани для этого мероприятия? 80 на 25 со всеми припусками. Если мы берем более широкую резинку, ну, соответственно, вот на заворот мы оставляем больше. 5 сантиметров на заворот плюс 20 сантиметров то, что будет заправляться внутрь. И делается это такими полукругами, полуовалами. Да. Покажу. Так, потом подойдем еще. Место такое рабочее себе организовал, чтобы было вам все видно и понятно. Братцы, помните, в прошлом ролике я показал все, что нам необходимо для сборки конструкции нашего пылесоса. А сейчас пришло время рассказать именно про электрику. Что я взял для этих целей? Клеймники вага и вот такие вот клеймники защелки для вот такого разъема. Я не сильно в электрике рублю, но буду объяснять, как могу. Выключатели, коннекторы взял я в простом автомобильном магазине. Главный параметр, который нужно учитывать, чтобы хотя бы на 6 ампер он вывозил. Здесь же он на 15 ампер, так что 220 он легко будет протягивать. Потом блок питания 220-12 преобразователь. Вот, то есть здесь 220 подходит, здесь выходит 12 вольт. Нам необходим будет вот такое вот реле включения двигателя. Стартерное реле называется. Здесь вон все параметры прописаны. На 752.3777. От вас 2110. Это нужно. Дальше нам нужен терморегулятор на 65 градусов, который будет выключаться в случае нагрева. Но я пошел дальше и приобрел вот такую вот штукенцию. Называется по маркировке она термостат XHW141HW559. Вот, это датчик Arduna. Минус 9, плюс 99. Ну, про него я подробнее сейчас расскажу, когда будем делать. У него есть два номинала. Номинал, на который он выключается, и номинал, на который он включается. По температуре вы выставляете, а здесь градусы. Так, это рассказал, это рассказал. Дальше реле плавного пуска. Потом на 15 А предохранитель. Включатель для замыкателя 12-вольтовой розетки. Коробка, в которой все это будет собираться. Какое-то количество провода питания трехжильного. И самое главное, сердце, это мотор. Друзья, мотор я взял тупо на Валбересе. Также вы можете этот мотор взять на Алиэкспресс. Цена будет плюс-минус 3,5 тысячи. Короче, сейчас возвращаясь к ценнику данного всего мероприятия, хочу сказать, что собрать сам пылесос и нафаршировать его электроникой вам обойдется не больше 10-15 тысяч. Самое дорогое, говорю еще раз, это пневморозетки вышли. Если найдете их подешевле, вообще легко. То есть, если вы только начали строить, если вы только планируете свой дом, братцы, вот советую, советую эту штуку сразу в дом зашить. Если вы все-таки решились и начинаете эти работы, единственное, что посоветую, все соединения пневмомагистрали делать на сорок пятках. Вот, девяностики использовать только на входах в пневморозетку. Все остальное делайте на сорок пятках. И еще посоветую посмотреть, как правильно ведется пневмомагистраль в стене, потому что переделать это уже будет тяжело, а накосячить можно легко. И все. Вот то, что я вам рассказал в этих двух роликах, в первом и вот сегодняшнем рассказываю, это уже половина успеха нашей работы. Друзья, собирать я, наверное, буду это сейчас в такой быстрой форме под музыку, а вы просто смотрите и для себя что-то там записывайте или запоминайте. В любом случае, по схеме вы уже можете собрать это без проблем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, клади. Так, шапочка. Все. Ветру ваннули. Друзья, ситуация совершенно отвратительная с этими постоянными отключениями света. Не знаю, как это происходит у вас, но у нас это происходит с завидной регулярностью. Даже в видос у меня попал момент отключения света вычислителя. У меня отопление на газе, нет вариантов подключить твердотопливный котел, то есть я его изначально не поставил. Выход один. Генератор спасет ситуацию. В общем, едем за генератором. Данный генератор имеет возможность работать на номинальной мощности 8,5 кВт и максимальной мощности 9 кВт. Также он обладает розеткой со своей фазой, со своим нулем и землей на 40 ампер. Это очень полезная вещь для домов, которые оснащены газовыми котлами, потому что, как мы знаем, газовый котел работает не со всеми генераторами и нужны некоторые танцы с бубном. В нашем случае теперь это не нужно. Когда у нас отключается свет, мы будем смело пользоваться телевизором, чайником, освещением и так далее. В данных пределах 8,5 кВт мы можем себя обеспечить полностью электричеством в отсутствии основного электроснабжения с поселка. Заехал за соседом, за Денисом. Многие его знают, кто-то его знает. А кто знает, напишите в комментариях. Короче, мы эту штуку с женой вообще не можем вдвоем, она весит 90 кг. Сейчас ее с Денисом затащим и масло поменяем заодно и проверим. А вот на эту деревяшку мы потом генераторы поставим. Тяжелый, Дэн. Получилось? Так и целлофан как бы. Так-то если его в магазине проверяли, соответственно в нем должно быть масло. Может быть даже есть бензин. Если оно есть, то мы 5 моточасов смело с ним работаем. Немножко наклонено. Да-да, вот все, он полный масла. Все, спасибо большое, ребята из Ресанты, за масло. Нежданчик, приятно. Так, ну слушай, если масло есть, бенз есть, давай еще бенза тогда долью. Немножко. И все, и можно пробовать. Я только не знаю, единственное, заряжен ли он. Судя по тому, что ребята с Ресанты залили масло, то есть они, наверное, подготовили систему полностью. За что им огромное спасибо. Вообще на это время тратить не придется. Прибавляется. Но он 25 литров входит. Ну тут думаю, всю зальем. Нет, я оставлю немножко на ветродуйку. Я ветродуйкой просто здесь подметаю всегда. Теперь первый завод, друзья, смотрите. Открываем бензобак. Я думаю, все это знают. Включаем в режим пуска. И осталось только дерн кикстартер. Но мы же крутые. У нас есть аккумулятор. Сейчас заведем с ключа. Никогда в жизни не заводил генератор с ключа. Перевожу. Почему он не трехфазник? Объясню в следующем выпуске. В этом же скажу только одно. Важно, что здесь есть свой ноль, есть своя земля. Потому что в генераторах, в которых этого нет, газовые котлы не работают. Но этот момент мы тоже обсудим с вами в следующем выпуске, когда мы будем монтировать систему АВР. Но она будет не классическая АВР, а та, которая именно мне нужна. Потому что не хочу, чтобы маслал генератор, когда у меня нет дома. Неправильно это. Не совсем это правильно. Честно говоря, этот товарищ меня заинтриговал именно тем, что у него, первое, три года гарантии. Второе, максимальная номинальная мощность. Третье, соотношение цены-качества, что является очень важным преимуществом в выборе такой бензиновой техники. Также аппарат имеет счетчик моточасов, что исключает возможность ошибки в плане того, что мы не вовремя заменили масло. Генератор заводится с ключа, также можно его завести с кикстартера. Ко всем агрегатам этого генератора можно легко подобраться с любой стороны. И самое главное, что с этой машинкой у меня очень много идей по трансформации. Как минимум мы сделаем так, что эта штука будет полностью заменять всю электрическую схему поселкового входа в случае отключения электричества. И вы это увидите буквально в следующем ролике. Поэтому, друзья, поддержите, пожалуйста, лайком. Ну а мы продолжаем с вами работы по изготовлению нашего центрального пылесоса. И этот товарищ нам в этом не раз еще поможет. То есть даже в случае отключения электричества при работающем газовом котле я смело могу не прерываться на свои строительные вопросы. Это сварка, это болгарка, это работа по строительству дома. И самое главное, друзья, что вы должны знать при покупке этой машинки, залейте масло перед первым пуском. Все, пойдемте работать. У нас много работы сегодня с центральным пылесосом. Но если еще раз отключат свет, знайте, товарищи электрики, мне теперь не страшно. Вот этот кабель, он у меня идет через все этажи. Кабель, включающий пылесос. Там заложена внутри простая сантехническая труба. Это совершенно неправильно, многие за это могут меня поругать. Закладывал я ее 8 лет назад, и тогда найти настоящие специализированные трубы было тяжело. Но думаю, это все равно будет работать, потому что люди на форумах пишут, что все работает, все в порядке. Сейчас я должен буду это все очистить, выбрать проем для пневморозетки и установить ее. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, я собрал схему предварительно. Проверим, работает ли это вот так. Если работает, то пойдем собирать уже на пылесосе. Так, теперь включаем вот этот. Включаем вот этот. Что-то не то. Стоп. Вага – это шикарнейшая штука. Да? Вот это. Вот это. Но она мне сегодня сделала вечер. Вот на этом предохранителе вага немножко не доходила, и, соответственно, не было сработки на стартерное реле. Я уже перепрограммировал все как только возможно. У меня не включается мотор. Ну, пока лампочка. Короче, все. Теперь сделал. Понятное дело, что сейчас у меня все собрано в таком режиме, потому что все надо было протестировать хорошенько. Потом уже показывать вам. Вот. Схема та же. Все работает теперь. Принцип очень простой. 220 вольт. Включатель. Подается на блок питания. С блок питания у меня кольцо. В этом кольце что есть? Сначала заходит на выключатель. С выключателя идет на розетки вакуумные. С вакуумных розеток это все идет на замыкатель вот этого устройства, реле температуры. С релюхи уже идет на стартерное реле. Для того, чтобы включить два силовых провода уже на 220. Суть простая. Главное назначение внутренней 12-ти вольтовой цепи для того, чтобы нас просто током не ударило при замыкании розетки, собственно, вакуумной. То есть, чтобы я мог легко трогать эти контакты и мне ничего не было за это. Блок питания током не бьется. Нормально. Я уже все. 12-ти вольтовую прошли. 220 вольт. Здесь единственное, что добавлено по грамотному, это реле плавного пуска мотора. Все. То есть, теперь я сейчас это вмонтирую вот в это. И мы уже устанавливаем это на наш пылесос. Мотор я уже проверял. Он гудит, воняет. Первичный обжиг идет. Ну, то есть, там все равно же сейчас процессы какие-то происходят. Все работает, все классно. Вот 27 градусов. Это температура, при которой мотор будет включаться. Но я потом поставлю побольше. 51. Ну, это просто я натыкал. Мне еще важно было понять, есть ли у него эффект памяти. Он есть. Это меня радует. То есть, я смогу глушить пылесос, а он все это помнит. Не знаю только, на сколько времени у меня хватит самого реле, но это мы попробуем. Проверим. Поймем. Так, все, вмонтирую, выключаю сейчас, вмонтирую, все это здесь распределяю. Моторный отсек, в общем, идем ставить на пылесос обратно. Продолжение следует... Первое нововведение, которое я сейчас расскажу, хотя о нем я допер немножко позже, но в видосе я имею возможность вставлять раньше, поэтому у нашего робота Вертона появились глаза. Вот эта штука, она не будет подключаться теперь к мотору. Логика в этом крайне простая. Когда мотор нагревается до определенной температуры, по датчику температуры он отключается. Для того, чтобы он быстрее остыл, будут подключаться уже эти два товарища, вентиляторы. Они будут охлаждать мотор и, соответственно, быстрее можно будет продолжить работу. Если я по логике на ардуиновском датчике запитал бы мотор, я это пробовал делать уже, вы это просто не видели. Многие, кстати, пишут на канале, почему ты первое видео назвал, что мощная система, бесшумная система, ведь ты еще не собрал. Ну, на данный момент я уже все собрал, я уже все проверил и вам рассказываю по факту. Вы же не думаете, что я монтирую и рассказываю вам в режиме нон-стоп. Нет, конечно же, уже все это проведено. Так вот, суть, это я еще покрашу, не смотрите на эти белые глаза, обводки. Я пробью еще раз баллончиком. В общем, когда он добирал 65 градусов, он замолкал, но так как температура металла оставалась горячей, он, собственно, там внутри этого ведра добирал еще до 72, до 75, что не совсем хорошо. Я решил, что ардуино, она будет подключать вентиляторы, которые будут охлаждать этот мотор, и, соответственно, я быстрее смогу опять включиться в работу. Вот она логика. В систему впаял вот такую схемку, это будет соединение с мотором. То есть я не прямо мотор сейчас соединю напрямую, а все будет подпитываться вот сюда, а эта штука уже будет подключаться к нашему моторному отсеку. Это все будет собираться по стенкам коробки, вот так, по периметру. И соединяться с моторным отсеком только вот этим шлейфом. Я посчитал, что это будет правильнее, удобнее и эргономичнее. Ну, а то, что это все покрашу и все будет потом красиво, об этом даже говорить не стоит. Сейчас смотрите, сравнивайте это все с листочком. В принципе, здесь уже все собрано. Мне осталось только это красиво и эргономично перенести внутрь нашего бокса. Все. 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 Субтитры подогнал «Симон» Так, друзья, ну не могу же я вам сегодня не сказать о своем замечательном увлечении Медок, смотрите Медок вас ждет, медок есть Медовушка немножко осталась Но еще подходит уже следующая фляжка Один брикетик, первому кто закажет отправлю Один зритель написал, говорит, кое-как нашел сайт Друзья, все, что я показываю на канале в выпусках, ссылка всегда под видео Всегда Так, и вот что еще хотел сказать Решил поменять во всей своей технике масло перед сезоном Перед зимним сезоном, а потом перед летним, начиная Так, начнем Смотрите, взял полусинтетику для двух тактников Это то, что мы мешаем с бензином для триммера, для сучкорезки, для воздуходувки моей Потом трансмиссия, в культиватор весной буду заливать Трансмиссионное масло Дальше всесезонное синтетическое масло Его я заливаю в снегоуборочнике И вот сейчас оно как раз у нас пойдет в дело Я вам хочу просто показать всю линейку, которую использую постоянно И масло цепное, у меня его немножко взял, три бачка я взял, это в цепь И вот такое масло, оно идет везде В генераторы, в культиваторы, в газонокосилки, в помпы, во все что угодно Вот, это 10В40 Так, расставлю по местам пока Имея вот такую вот линеечку масел, собственно, друзья, у вас с техникой будет все хорошо Потому что масло хорошее Это просто чисто на опыте рекомендую Классное масло, недорогое и работает прекрасно Так, медок там, масло тут Идем дальше Вот этот ящичный зажим Ящичный довозчик Его по-разному называют Иногда отыгрывает Слабенький он Поэтому я его поменяю на вот такой с фиксацией Вот Ну то есть у меня просто был один раз случай, что ящик вот так отстегнулся и бочки повисло Я прихожу, а бочка висит То есть я пробовал заводить, включать пылесос И, наверное, от того, что вот эта компрессия туда-сюда шла Он вот так вот стрелил Ну, смотрите, как внутри пыль скапливается на стенках Также были вопросы, если вот здесь волосы и так далее нацепляет конус на себя Друзья, когда мы снимаем ведро, то мы очень легко можем добраться до любого места здесь в бочке Совершенно без проблем То есть можно рукой туда залезть, если что И почистить, если надо То есть она очень простая По весу тоже она ничего не весит совершенно Так, высверливаю заклепки и ставлю новые Субтитры сделал DimaTorzok Так не будет никакого волнения, что что-то может отстегнуться и корзина может упасть А так как эту застежку убирать отсюда придется раз в месяц То вообще проблем никаких А пока мы с вами болтаем и занимаемся всякой ерундой У нас высох покрашенный мною колпак Башка или башня Башня нашего робота Она готова Теперь у меня был в комментарии в предыдущем видео вопрос От одного нашего зрителя Надеюсь, говорит Ты расскажешь про мотор Все Ребят, мотор ВСМ-А-1 220, 50 Гц, 1200 Вт Вообще в фирменных пылесосах Достигает до 2200 Вт То есть если вы найдете вакуумную турбину 2200 или 1600 Берите, конечно, ее Она будет сильнее, мощнее и красивее Но на самом деле Вот это китайский аналог Турбины, которая ставится в пылесосы, моющие модели Макита Так что, в принципе, она вполне себе нормальная Сразу скажу, что эта модель с турбиной Вот с таким выдувом надо с ним искать Я брал на Валбересе, ссылку вам оставлю Почему с таким? Потому что здесь идет выхлоп прямо на улицу Если вы возьмете без него, у вас будет дуть здесь по территории У меня, кстати, вот тот строительный пылесос Нет, не тот, другой Макита Который старенький-то, помните? Вот там она просто имеет много отверстий на корпусе Там у меня нет вот такого вывода Ну, без воздухоотвода Такую найти вообще легко, их много С воздухоотводом они почему-то на 1400 Ну, сложно найти В основном 1200 Вот я 1200 взял Но сейчас вы увидите Я попробую на том шланге как-то сколлаборировать систему И покажу вам, что получилось Что получится А вы уж сами там решайте, какую вам брать Все-таки искать 1400, заказывать Есть 1400 на Алиэкспрессе В районе там 7000 рублей Наверное, они лучше И они, кстати, выше У них три степени вот этого всасывания Здесь всего одна Это простой мотор Все Ну, я думаю, крепче уже не сделать Собираем Смотрите, сейчас сразу здесь покажу А вы все увидите В общем, здесь мы вывели вот такой разъем А в башне отразъем вон он То есть моя задача просто их соединить в кучу И все И эта штука заработает Я сделал специально, чтобы можно было разъединять Да, и друзья, напишите мне вот этому вопросу Я еще не пробовал Смотрите, я взял хомут И сюда поставил датчик температуры Вот таким вот путем У меня вопрос Здесь все законтрогайл Поэтому за это волноваться не стоит Что болтик может упасть туда И заблочить У меня другой вопрос Вот эти пластины Они почему так пластинами То, что я вот соединяю металюшкой Не могу я ничего здесь Параллелить, законтачить Я просто плохо разбираюсь в электрике О чем я говорю вам каждый раз Когда лезу в электроцепи Так, ну все Соединяем Проверяем И поехали Голова Вот видите, как классно получилось Что я Молодец, Денис Накосячил вот эту штуку Надо перенести сюда Вот, семь раз отмерь Один раз отрежь Вроде все было проверено Знал, что положил все правильно Оказалось, что надо было отзеркалить Вот сюда ее расположить Но это вообще не проблема Тут всего лишь изоленту в двух местах открутить Знаете, что заметил? Когда я делаю что-то хорошо Ну то есть все Я прям нравится работа Я делаю все качественно То в конечном итоге Я прям уже знаю Что мне придется переделывать Вот Вы с этим не сталкивались? И второе Бывает, что сделал уже все круто Все прям супер Даже нравится И переделывать ничего не надо Но потом придумываешь Что вот можно было вот тут доработать Идешь и дорабатываешь И опять все переделываешь Как там есть фраза? Лучше Враг хорошему Ну в данном случае Конечно Правильно Что я сейчас переделываю Потому что Лучше Когда вся электрика Находится под вентиляторами Она будет охлаждаться В случае чего Чем она тут за спинкой бы хранилась Теперь просто Вот так Хоп И на другую сторону И все Единственное Единственное Что можно Датчик температуры Перекинуть сюда Я сейчас так сделаю Но это вообще Не проблема Потому что Все у меня Универсально Откручиваем Вот эту Датчик температуры Снимается Вообще Друзья На раз Поэтому Если вдруг 65 будет Маловато То я просто Возьму еще Вот такой датчик 100 рублей Он стоит 150 150 рублей Просто его Сюда перекину Так Все На этот угол Ставим Тут даже Можно Поправить Все как хочешь Вообще Без проблем Вы мне Напишите Пожалуйста По вот этому Вопросу По хомуту Норма Или не норма Так Это переделал Дубль 2 Голова Сначала Надо состегнуть А потом Закрывать Вот так Правильно Все Вот таким образом Мы соединили Голову С Мотором Трубку Еще вот так Поставить Чтоб никому Не мешать Вот Все Трубка На месте А теперь Ее Сюда Здесь Сюда Трубка Нормальна И здесь Сюда Вот Все Теперь Все Правильно Теперь Все Как Надо Застегнул Накидываем Джебельку Вентилятор Вентилятор включится Когда температура Поднимется До 55 И выключится Когда она опустится До 50 Так Для интереса Могу вам показать Как он работает Глаза Глаза Включились Так 50 Надо Вот Все Будет 55 Он включится В 50 Выключится Но мы решили Все-таки С Женей Когда начнем Пылесосить Мы будем Включать Эти две кнопки Прошел Датчик Датчик На 75 Или 85 Градусов В целом Вот Все Готово Еще раз Парни Скажу Об этом И Пожалуйста Проникнитесь Уже Моим ответом Для чего Такой пылесос Первое И самое важное И вот Больше важного Ничего и нет По сути Данный пылесос Все что Он всасывает Себя Перемалывает И выбрасывает Наружу Все сопрофиты Все поднятие пыли И так далее Все улетает Наружу Даже то Что когда Вы пылесосите Обычным пылесосом Вот он Вот обычный пылесос Даже когда Вы им просто Пылесосите Вот с этих Всех щелей Влетит Обратный ветер Он поднимает Ту пыль Которую Вы Только что Собственно Всосали Это все Дело Начинает По дому Улетать И так далее И это Не совсем хорошо Второе Вес Вот пылесос Которым Мы сейчас Пользуемся По дому Вот Второй пылесос У меня А Второй пылесос У меня на улице Это Макита Тоже То есть Женя Жена моя Таскать Такой пылесос Не вариант Еще Одна мысль Была От зрителей Покупать Пылесосы На каждый этаж Друзья Нормальный пылесос Хороший пылесос Стоит денег Хороших денег Покупать Что-то За 10-15 тысяч Это Ну Это плохой пылесос Согласитесь Хороший пылесос Стоит денег На три этажа Умножаем Ответ Один эксперт С канала Написал Какой-то Ноу-хау Есть для этого Роботы-пылесос Покупаешь его И проблем нет Все Он сам решает Ну Скорее всего У этого эксперта Нет робота-пылесоса Потому что Если бы он у него был Он бы знал Что у робота-пылесоса Нужно вытряхивать Каждый день После работы Корзину Нужно ее Ну ладно Не каждый день В зависимости от того Сколько он убирает Потом нужно Чистить валы От волос Котов От волос Семьи Он еще застревает Умудряется застревать Где-нибудь Под шкафом Под диваном Не все Он может Почистить У меня есть робот-пылесос Он прибирается Среди недели Но в выходные В любом случае Приходится работать Простым пылесосом Надеюсь Этим самым Я смог ответить На вопрос Для чего мне Вот эта махина Некоторые писали Что он очень тяжелый И неудобный Все что из этого пылесоса Вам придется Когда-нибудь Трогать в руках Это вот эта Вот эта ведерка Вот эта ведерка Все Ведерка 25 литров Вес его Килограмм Раз в три месяца Его надо вынести Единственное За что я волнуюсь В данном случае Что у меня Пылесос Самоделка Это Первое То что Может быть Антистатик То есть Может током Побивать Этим Антистатичным Но это мы проверим В ходе эксплуатации Мне просто недавно Ребята подкинули Мысль Что такое возможно Второе Это пока Вот эта Корреляция мощности С температурным балансом Я этого Пока сказать не могу Так Это 220 Включили Видно Да И вот сейчас Включаем 12 вольт А теперь друзья С помощью фольги И полторашки С помощью фольги И вот этой штуки Ну пока у меня Горюжа не пришла Это основная Главная система Я сейчас попробую Симулировать Работу Включения Пылесоса Вот Для чего Нужна фольга Чтобы она Замкнула Контакты В пневморозетке Сейчас попробуем Это подключим Попробуем Собрать пыль А пыль У меня тут есть Так Вот Берем Открываем Вот Вот вся громкость Слышите как громко Кошмар Да При том Что я нахожусь В подвале Слышите При том Что я сейчас Нахожусь В подвале И пылесос В соседней комнате Пойдем посмотрим Вот он Пылесос Так Если закрыть Вот эти двери Вот Сейчас закрыты Двери Шум только В трубе Посмотрим Что там происходит 47 градусов Я пошел Поработаю А вы пока Следите А теперь Мы с вами Поднимаемся На первый этаж И вот Мы на первом этаже Сильно слышно Пылесос Да Сейчас работает Пылесос Нет Я сейчас Прикрыл их Ты слышишь Пылесос Больше Слышно Больше Слышно Звук Воздуха Да Прикольно Сколько времени Интересного Он уже Крутит Я потом По камерам Посмотрю По камерам Дома На минут 5-7 То точно Он работает Пойдем посмотрим Температуру Что мне понравилось Вот здесь Стояк идет О Все Он набрал 70 градусов Получается Он отключился Потому что Получается Набрал 70 Да Видите Как получилось Он набрал 70 Отключился Ну это Блин Это мало 70 Что-то Он быстро Набрал Сколько Мы Времени Пылесосили Ну Мне В любом Лучше Сейчас Еще 75 Едет Вот О Опять Включился Остыл И Опять Включился Так Ну Мне Уже Больше Не Надо Пока Пусть Он Остывает Ой Вот Видите Как работает Пневмо Так Ну-ка Сейчас Я Выдерну Что У нас Происходит А Ну Все И он Теперь Остужает До 45 Весь Мотор Не Только Датчик Но И Весь Мотор В Чем Плюс Это То Что Мотор В Закрытом Помещении Теперь Не Просто Остался Один На Один Со Своей Температурой Его Будут Остужать Кулеры По Истечению Того Времени Единственное Что я Сейчас Сделаю Наверное Точно Датчик Температуры На 70 Я Разверну За Мотор Чтобы Вот Эти Вентиляторы Не Дули На Него Остужали Все Так Сам Двигатель Это Важно Так Мы Сделаем Даже Знаете Что Даже Может Сделать Чтобы Он Остужал До 40 Пусть Он Прям Вообще Хорошо Остудит Тем более Он Сейчас Дует На Датчик И Возможно Он Остужает Его Не Максимально Хорошо Да Пусть До 40 То есть Поработает Ничего Страшного Так Друзья Нам же Интересно Чего Мы Насобирали Мне Во всяком В случае Интересно Хотя Я пропылесосил Только В районе Теннисного Стола Не Более Того Но Но Парни Это Вот Так Выглядит Так По Мусору Вот Оно Как Вы И Говорили Ну Я Думаю Это Не Проблема Я Она Не Забьет Так Короче Я Пропылесосил Маленький Квадратик А Мусора Собрал Вот Сколько Вы Видели Еще Момент Смотри 59 Градусов Сейчас Не знаю У вас Наверное Все Моргает Потому Что Здесь Светодиодка Сейчас 60 Должна Включиться На Проветривание Суть Какая В общем Смотрите Вот Здесь 40 Здесь 60 Не знаю Скорее Сего У вас Все Моргает Когда Я Его Заглушил Он Уже Упал До 51 Его Заглушил Потом Включил Он Уже Переключился На Режим Ожидания Но Температура Начала Расти То есть Что Говорит О том Что Датчик Все Таки Охлаждается Быстрее За счет Вентиляторов Чем Сам Мотор Поэтому Все Таки Датчик Нужно Унести За Мотор Туда Чтоб Он Не Остывал От Ветра Так Сейчас Посмотрим Включится Нет Сейчас По идее Если еще Один градус Прибавит То мотор И включится На проветривание Пока 59 А может Он уже И не поднимется Сейчас Наверное Падать Будет Застыло Так На Одном Градусе О Я Уже Сам Хочу Прибавить Все Сам Сделаю Вот Тебе 59 Все Остывай Все Пусть Остывает 58 Сразу Все Быстро Друзья Ну и Конечно Куда Мы Без Нашего Фирменного Логотипа Вот Так Да Или Так Вот Так Да На Дзене В инстаграме В ютубе В телеграме Везде Вот Этот Лого Прикольно По-моему Красиво Да Надо Ютубчик Значок Или Не надо Ютуб Ты Сам Виноват Что Твои Логотипы Теперь Не Клеятся На 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 Недавно Ютубчик Был У меня Везде Ну И на Этой Прекрасной Ноте Мы Закончим Сегодняшний Выпуск А в Следующем Видосе Вас Ждет Просто Да Короче Просто Дождите Следующего Видоса Все Будет Хорошо Давайте Пока До Скорых Встреч